Факты спорта. Эфир Кубань 24 продолжает. Вечер добрый. Главная футбольная сборная страны начала подготовку к матчу с Кодиваром в Краснодаре. Команда прибыла в Кубанскую столицу накануне. Сейчас игроки тренируются на полях Академии горожан. Главный тренер Станислав Черчесов не скрывает радости от визита в Кубанскую столицу. Говорит, на наш стадион всегда приятно приезжать. Кстати, удивлен, почему арену недавно признали лишь третьей в мире. Нас здесь всегда радушно принимают, что там говорить. Мы открыли этот стадион. Был великолепный спектакль. Здесь футбольный город, великолепный стадион. Кстати, непонятно, почему он стал третьим, насколько я понимаю. Другие я тоже видел. И как-то или у меня со вкусом беда, или у тех, кто выбирал. Из вызванных в сборную игроков на поле нет двух краснодарцев. Федора Смолова и Станислава Критюка. Их появление в игре с Кодиваром практически исключено. Но футболисты с командой находятся на теоретических занятиях. А вот другие два горожанина в строю. Защитник Роман Шишкин и полузащитник Юрий Газинский занимаются в общей группе. Также готовятся к встрече Александр Белинов. Воротарь Уфы. Без малого пять лет отыграл за Кубань. Возвращаться в Краснодар всегда рад. Можно сказать, мой второй дом. Поэтому всегда с радостью. Знаком город. Много знакомых людей, друзей. Поэтому только положительные эмоции. Точно не появится на поле Артем Дзюба. Нападающий «Зенита» не тренировался и покинул расположение сборной из-за травмы. Под вопросом участия в игре спартаковца Дениса Глушакова он занимается отдельно. А если говорить о сопернике россиян, наши футболисты готовятся к непростому поединку. «Знаю то, что физически мощная команда. Только это могу сказать. Ну, что очень будет тяжело. Я думаю, в борьбе где-то с ними. Ну, их переиграть можно только за счет каких-то хитростей». В общем, команда готовится в штатном режиме, в отличной рабочей атмосфере. Напомню, игра России с Кодибаром состоится на стадионе Краснодар 24 марта в 19.00. Краснодар, можно сказать, постепенно становится вторым домом для футбольной сборной России. Уже в третий раз за три года национальная команда приезжает в кубанскую столицу. А впервые это случилось 13 лет назад. В ноябре 2004-го в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2006-го года россияне обыграли Эстонию 4-0. Это единственный на данный момент официальный матч нашей команды в Краснодаре. Следующей игры сборной России краснодарским болельщикам пришлось ждать целых 8 лет. В 2012 году под руководством Фабио Капелло мы сыграли в ничью с США 2-2. Оба мяча в составе россиян забили будущие игроки Краснодара Федор Смолов и Роман Широков. В марте 2014 года итальянский специалист вновь вернулся с командой в Краснодар. Оппонентом россиян на этот раз стала сборная Армении, которую коллектив Капелло обыграл со счетом 2-0. Самый серьезный соперник сборной России Португалия приехал в Краснодар год спустя. Единственный мяч в игре забил вновь Широков, который стал лучшим бомбардиром сборной в краснодарских поединках. Последний на данный момент матч россияне провели уже на стадионе Краснодара против Коста-Рики. Сборные показали настоящий футбольный спектакль, сильнее в котором оказались гости. Итог 4-3. В общем, в пятницу посмотрим, чем закончится очередной визит россиян на одну из краснодарских арен. А сейчас давайте смотреть на представителей горожан, которые также вызваны в национальные команды. За своей сборной сыграют пять футболистов черно-зеленых. Андреас Гранквист и Виктор Кластен в составе шведской сборной. 25 марта дома сыграют квалификации на чемпионат мира. А 28 числа в товарищеской встрече сойдутся в гостях с португальцами. Увидится со своими одноклубниками в Швеции белорус Александр Мартынович. 28 марта его команда проведет товарищеский матч с македонцами. Шарль Кабаре 24 и 27 марта выведет в Буркина-Фасона матчи против марокканцев и нигерийцев. Матчи товарищеские. И Кристиан Рамирес отправится в расположение сборной Эквадора. Встретиться предстоит с Парагваем и Колумбией. После Краснодара сборная России отправится в Сочи. А пока в Олимпийской столице продолжается кубанская весна. Я имею ввиду международный женский турнир. Следим мы особенно за сборной Краснодарского края. Наша команда пока набрала одно очко. В первом матче наши футболистки сразились с Ираном. Россиянки открыли счет. Но в итоге в упорнейшем поединке уступили соперницам со счетом 2-3. Второй матч наш коллектив провел против сборной Словении. 90 минут борьбы победителя не выявили. Сейчас краевая команда находится на третьем месте в группе «Би». Чтобы попасть в плей-офф кубанской сборной, завтра нужно обыгрывать аутсайдеров квартета казахских футболисток и ждать осечки славянок во встрече с Ираном. О женском футболе, но о женском американском футболе поговорим далее. В Краснодаре прошла первая тренировка именно такой команды. Набор в коллектив объявил клуб «Краснодарские бизоны». На первое занятие пришли 23 человека. Девушки провели разминку, выполнили основные упражнения с мячом и сдали первые нормативы. Это совсем новый вид спорта в нашей стране. Он еще не очень развит, и поэтому все, что новое, оно интересно. Поэтому и притянуло. Впечатления положительные, конечно, потому что все новое, совсем новые позиции, слова, термины. Все новое, все классно, все интересно. Я рада. В общем, начало положено. Теперь женской команде предстоит тренироваться по два раза в неделю. Первую игру команда проведет в конце лета. А уже в апреле свои первые игры проведет регбинный клуб «Кубань». Команда продолжает подготовку к сезону. Основную часть времени спортсмены по-прежнему проводят в тренажерных залах, но не забывают и на регбинном газоне навыки отрабатывать. Делают они это в Крымске. Здесь и достойных спарринг-партнеров можно найти и обстановку сменить. На сегодняшний день по климатическим всем условиям, наверное, это самый благодатный, скажем, край, где можно полноценно работать. Не нужна никакая ни Турция, никакая ни заграница. Учитывая, что здесь на сегодняшний день еще базируется молодежная сборная России, которая готовится к чемпионату Европы, конечно, грех не использовать этот момент. Краснодарцы провели в Крымске два контрольных матча с молодежной сборной России, причем не совсем по регбийным правилам. Оба поединка играли без ворот, засчитывались только попытки. В первой игре, которая состояла из пяти таймов по 20 минут, Кубань победила 9-2. Во втором уже со стандартными двумя игровыми отрезками по 40 минут вновь победа 11-4. Я думаю, что к началу сезона мы уже подойдем в оптимальной форме. Даже сейчас можно уже отметить не совсем, но пик формы. После первого тест-матча есть травмы, но еще куча времени исправлять ошибки, восстанавливаться от травм и работать дальше. Напомню, первый тур сезона по регби-7 стартует 24-25 апреля в Алуште. И напоследок бокс. В рубрике «Герой недели» продолжаем разговор с бронзовым призером Олимпийских игр Муратом Храчевым. Сегодня о первой в жизни победе. Первая победа, именно это был мой первый бой. Мы поехали, кстати, в Краснодарский край. В Адлере, да, были соревнования. И юность России. Там необходима была такая задача минимума. То есть нужно было выиграть первый бой, попасть в финал, когда юноши дрались по два боя. И это давало право на участие на первой в России, на общем же, которая проходила в Сочи потом. И вот почему-то я вот такая передо мной задача стоял. Это были мои первые соревнования. Меня сразу повезли. Четыре месяца отзанимался, и сразу повезли куда-то. То есть я даже в республике у себя не подрался, получается. Вот. И вот какой-то для меня вот это был какой-то вот такой трамплин, да, такой важный. Вот. И вот эта победа состоялась. Абсолютно не помню, что я делал, но просто победил, получилось. Всплеск такой, который был, вот, он мне так запомнился. И я думаю, он мне дал заряд, конечно, но на долгий год и вперед. Вот в том следующем бою потерпело поражение. Вот. Ну, в принципе, как бы задача, которая передо мной стояла, я выполнил, и мне это очень обратно. И первый вопрос, который меня заинтересовал, является ли бокс олимпийским видом спорта. У меня тогда 12 лет было. Является ли он олимпийским видом спорта. Сказали, что да, значит, по боксу тоже можно попасть на Олимпиаду. Все. Тогда у меня старая мечта, в новом формате. И вот так вот пошло дальше. Спасибо, что были с нами. Завтра о спорте еще обязательно поговорим. И на сегодня все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok